Всем привет! С вами снова Рома Водяной, по-прежнему инструктор по дайвингу IDC, став инструктор PADI, номер 259125. Сегодняшний ролик мы снимаем для тех, кто проходит курс обучения и хочет понять, что и как. Не слушать теорию, тупо сухую, а посмотреть и где-то понять вообще, как происходит обучение начальное. Либо для тех, кто уже прошел обучение, куда-то собирается поехать и ему хочется вспомнить теорию, не перечитывая учебник, а спокойно посмотреть и понять и вспомнить теории, что же нам все-таки надо. Ну и собственно тем, кто заинтересован в том, как это происходит вообще и что ему придется пройти, если он захочет проходить и учиться. Давайте рассмотрим все-таки погружение, подводный мир, да, потому что под водой немножко по-другому происходят физические и физиологические процессы в организме, которые нам надо учитывать и знать для того, чтобы наш дайвинг был безопасным. Для чего мы вообще совершаем эти погружения? Под водой намного ярче краски, намного совсем другие микроорганизмы и большие, и маленькие, и флора, и фауна отличны от воды. Они очень красивые и, конечно, интересно за этим наблюдать, смотреть и получать от этого удовольствие. В одном из последующих роликов мы покажем погружение с большими рыбками, которые называются акулы, поэтому кто хочет посмотреть, кто не хочет пропустить, подписывайтесь на наш канал, с удовольствием ставьте лайки. И еще, почему всегда прошу писать вас в комментарии, потому что нам очень важно отслеживать обратную связь для того, чтобы мы понимали, интересно, неинтересно, где-то какие-то ошибки, что вам интересно, что снимать, чтобы мы снимали не то, что интересно нам, а то, что интересно вам. Ну, немножко отвлекся, да, давайте все-таки поговорим при погружении. Мы погружаемся в воду, вода 800 раз плотнее воздуха, поэтому на нас действует выталкивающаяся сила, потому что давление в воде выше, чем давление на поверхности. Вспомним закон Архимеда, тем, кто его знал, тем, кто не знал, мы сейчас расскажем. Собственно, на тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающаяся сила, равная весу объема жидкости или газа, вытесненного частью тела, погруженной в воздух. Элементарный пример, да, возьмем с вами пенопластовый какой-нибудь кусочек пенопласта, да, или доски пенопластовой, возьмем с вами огромный корабль-контейнеровоз, который весит тысячи тонн, и возьмем маленький гвоздик. Положили гвоздик на воду, он утонул. Положили пенопласт, он плавает на поверхности. То есть, огромный корабль, который, как я уже сказал, весит очень много, он почему-то не тонет. В чем же разница? Именно вот как раз здесь закон Архимеда и работает, и он нам нужен для того, чтобы мы могли поддерживать нейтральную плавучесть под водой. Могли поддерживать на воде положительную плавучесть. И когда нам надо погрузиться, у нас должна быть отрицательная плавучесть, чтобы мы уходили вниз. У нас понятие положительная плавучесть, это когда предмет плавает на поверхности и не тонет. Нейтральная плавучесть, это когда предмет плавает в толще воды, он не тонет и не всплывает. И отрицательная плавучесть, когда предмет уходит на дно. Собственно, наша цель научиться находить на любой глубине положение нейтральной плавучести, когда мы не всплываем и не тонем. Когда нам надо подняться на поверхность и выйти, мы приобретаем положительную плавучесть. Когда нам надо уйти с поверхности вниз, мы приобретаем отрицательную плавучесть, и достигнув заданной глубины, на которой мы хотим оставаться, мы за счет своих легких, мы за счет оборудования, которое на нас есть, мы придаемся нейтральной плавучесть, и на любой глубине плаваем, любуемся окружающим миром. При погружении в воду на нас действует давление, которое практически никак не оказывает влияния на наш организм, поскольку мы на 80% состоим из воды. Но у нас есть воздушные полости, это вот здесь лубные пазухи, гайморовые пазухи, это уши, и это наши легкие, на которые давление оказывает свое воздействие. С легкими все проще, мы вдыхаем газ из баллона, и поэтому мы давление можем выровнять. А вот именно на уши, на вот эти воздушные пространства действует давление, поэтому мы должны всегда обязательно при погружении давление выравнивать. Как это делается? Зажимается нос, и мы выдыхаем в нос. Вот попробуйте, и вы почувствуете, как у вас раз, ушки пшикнули. Это вот мы как раз выровняли давление. На поверхности у нас давление равняется одной атмосфере. Это условное давление, которое есть, условно принято за одну атмосферу. При погружении на 10 метров, на каждые 10 метров добавляется еще одна атмосфера. Поэтому на глубине 10 метров давление уже 2 атмосферы, на глубине 23, на глубине 45 атмосфер. Но, соответственно, мы должны просто выравнивать давление, ничего с нами не произойдет. Почему я рассказываю именно до 40 метров, данная глубина является максимальной в нашем любительском дайвинге и рекреационном. Вообще, курс Open Water подразумевает после момента сдачи всех экзаменов, сдачи 4 погружений в открытой воде, получение сертификата. Если это взрослый старше 15 лет до 18 метров, если это ребенок от 10 до 12 лет, то ему такой сертификат Junior Open Water позволяет погружаться до 12 метров. В чем разница, в чем различие, что надо четко знать. При достижении вот этой глубины давление увеличивается, поэтому мы выравниваем давление, но при этом во столько раз увеличивается давление, во столько же раз изменяется, уменьшается объем воздуха. Для чего нам это надо знать? У нас в баллоне, допустим, стандартный баллон для дайвинга, он 12 литров, он забит давление 200 атмосфер. При погружении на 10 метров воздух в баллоне сожмется в 2 раза, и его уже будет в 2 раза меньше. Хотя мы вдыхаем из него, наши легкие мы постоянно расправляем воздухом из баллона, и получается так, что если на вдохе на поверхности мы расходуем из баллона 5 литров, то уже на глубине 10 метров из баллона мы расходуем 10 литров газа, потому что он выходит под окружающим давлением, и поэтому расход увеличивается. Поэтому чем мы глубже, тем надо помнить, что тем быстрее у нас расходуется газ. Также точно наши костюмы мокрые, они не опреновые, они имеют определенную толщину. И костюм на поверхности, который имеет толщину 5 миллиметров, на глубине 40 метров уже будет в 5 раз тоньше, потому что в нем также находятся вспененные пузырьки, которые также точно сжимаются под давлением. Поэтому мы знаем, что если мы идем на глубину, то нам лучше одевать костюм с запасом, чтобы это все предотвратить, и потом мы там не мерзли. При всплытии надо четко помнить, что этот воздух опять же расширяется и выходит. Почему самое главное правило дайвинга? Никогда не задерживаем дыхание. Потому что если мы возьмем на глубине 10 метров, возьмем какую-то бутылку, закрутим ее и отпустим наверх, то при всплытии наверх объем газа в ней увеличится в 2 раза. Если это воздушный шарик, его просто растянут в 2 раза. Если это стеклянная бутылка, ее просто разорвет. Наша легкая, она легочная, как мышечная ткань, она немножко тянется, но в 2 раза она не растянется. Если мы не задерживаем дыхание, а все время делаем либо вдох, либо выдох, то даже на вдохе расширяющийся воздух через дыхательные пути выходит, и никаких проблем у нас не будет. Поэтому надо просто четко помнить, никогда не задерживаем дыхание. Либо вдох, либо выдох. Когда мы идем вниз, легкие наши сжимаются, но мы добавляем воздух из регулятора, из которого дышим, и они расправляются снова до полного размера. А вот когда мы всплываем, воздух расширяющийся выходит. Здесь некоторые начинают бояться, что «Ой, я сейчас случайно задержу дыхание, я забуду, и у меня будут проблемы с легкими». Не переживайте, не забудете, у нас во рту регулятор, и рот у нас открыт. Случайно задержать дыхание у вас не получится. У вас во рту регулятор, поэтому любой расширяющийся воздух, даже если вы делаете вдох, спокойно выйдет наружу, никаких проблем не будет. Почему нельзя превышать скорость всплытия? Ну, давайте рассмотрим простой очень пример, бутылка шампанского. При подъеме с глубины на поверхность у нас давление падает. Когда какой-то газ, помещенный под давлением в какой-то предмет, в бутылку в данном случае с шампанским, если мы резко изменили давление, то этот газ, вы видели, когда, если открыли бутылку шампанского, резко вылетает этот газ на поверхность. Если мы открываем эту бутылочку потихонечку и давление выравниваем чуть-чуть, поднимаемся, открываем, то этот газ спокойненько выходит и ничего не происходит. То же самое у нас в организме. Под давлением в наш организм из воздуха попадает кислород, азот, и они растворяются в наших тканях. Если мы будем всплывать быстро, то они будут так же быстро вылетать и закипать внутри нас. Это то, что как раз называется киссонной болезнью. Если мы всплываем медленно, тихо, спокойно, эти пузыречки так же точно спокойно через нашу кровь, через альвеолки, это микроскопические сосудики на легких, выходят через наши легкие, мы спокойно их выдыхаем и никаких проблем. Поэтому скорость всплытия тоже имеет свои ограничения. И очень легко запомнить, open water diver до 18 метров ныряет, скорость всплытия не должна превышать 18 метров в минуту. То есть вам с 18 метров спокойненько можно всплыть за одну минуту, и при этом вы ничего не нарушите и не получите никаких проблем. Абсолютно нормально, тихо и спокойно. Важный момент. Любые заболевания, связанные с перепадом давления, независимо от того, это когда мы погружались на что-то с ушами, или когда мы всплываем, у нас какие-то проблемы из-за расширения давления. То есть это все называется паротравма. То есть пар изменения давления, травма – это проблема. Еще есть очень важный момент, полости, которые не продуваются, это если вдруг у нас есть какие-то пломбы, какие-то импланты, там тоже может быть воздух, который будет вам давать очень сильно о себе знать, когда он будет сжиматься или когда он будет расширяться. Поэтому если вы где-то перед поездкой, у вас что-то, какие-то проблемы, лучше сходить к зубному, все это устранить. Потому что реально, казалось бы, да что там маленький объем, да что там сколько там того воздуха в зубе, ребята, боль будет такая, что продуться не сможем или всплыть не сможем. А это та воздушная полость, которую мы никак не можем продуть. Помните об этом, это важно. Также точно за счет воздействия физики при увеличении глубины у нас увеличивается давление, уменьшается объем и, соответственно, в прямой пропорциональной зависимости при увеличении давления в два раза уменьшается объем в два раза, но плотность воздуха также в нем уменьшается в два раза. То есть что происходит? Если мы возьмем стакан, перевернем его вот так вот с воздуха, стакан пустой, на поверхности, и мы его опустим на 10 метров, то на 10 метрах уже стакан наполовину заполнится водой. То есть воздух станет в два раза меньше, его объем уменьшится, но плотность молекул, количество молекул в нем не уменьшится, они просто ближе друг к другу. Это как раз то, что называется плотность. Поэтому плотность увеличится тоже в два раза. То есть плотность увеличивается прямо пропорционально давлению, а объем уменьшается прямо пропорционально давлению. Мы потом посмотрите здесь на картинке, мы вам покажем. Далее в первом модуле OpenWater рассматривается снаряжение, однако в предыдущем ролике вы можете посмотреть вот здесь. Мы это уже разбирали, ну там просто обзор. Если кому-то интересно прямо подробно, мы готовы снять про каждый элемент отдельный ролик, просите, почему я вам все время говорю. Комментируйте, потому что нам важно понимать, что вам интересно и что вам не интересно. Здесь идут у нас маски, трубки, наряжение, ласты, боты, гидрокостюм, грузовые пояса, жилет, биосик контрл девайс и регулятор, собственно, с которым мы дышим и баллон. Баллоны там рассматриваются, ДИН, ЙОК, это все рассматривается, во-первых, у тех, кто уже проходит курс, есть обязательно вот такой учебник, вы все это можете найти. У тех, кто хочет проходить, пожалуйста, смотрите, пожалуйста, обращайтесь, все мы напишем, все сделаем, чтобы вам было интересно, понятно и более детально, чтобы не тратить ваше время. Ну и давайте подведем краткий итог, какие темы мы сегодня рассмотрели. Это плавучесть, положительная, когда мы на поверхности, нейтральная, когда мы находимся в толще воды и отрицательная, когда предмет погружается в воду. Окружающая подводная среда с точки зрения физики, окружающая подводная среда с точки зрения физиологии, да, это какое давление оказывает на наш организм, снаряжение. И еще очень важный момент, это система бадди-партнерства, в любительском дайвинге мы никогда не погружаемся по одному, либо мы приехали в дайв-центр, ныряем с гидом, ныряем с группой, либо если вы вдвоем два сертифицированных дайвера, имеете сертификаты, которые вы получаете в конце обучения, вы имеете право взять в прокат снаряжение, приехать на любой водоем, там, где вы уже погружались. Если вы там еще не погружались, вам обязательно надо погружаться с тем человеком, который там уже погружался и знает местные условия, потому что там могут быть течения и всякие разные непредвидные обстоятельства в виде рыболовных сетей и всего остального. Система бадди-партнерства, также еще для чего она нужна, во-первых, это безопасность, это всегда у вас запасной комплект снаряжения. Это у нас есть с собой основная ступень регулятора, из которой мы дышим, вторая, но у нас всегда на регуляторе есть еще также запасная вторая ступень, которая называется октопус в народе, это осьминог, вообще называется альтернативный источник воздуха. Она всегда выделена желтым цветом, по крайней мере, должна быть выделена, всегда она выделена, или находится на более длинном желтом шланге. Самая главная ее отличительная особенность, октопус всегда должен крепиться вот здесь, вот в этом треугольнике, от подбородка до нижней части груди, чтобы бадди-партнер, это правило абсолютно всех систем, в любой точке мира, чтобы бадди-партнер или где-то человек, у которого есть проблема, и вдруг он увидел, что рядом есть человек, чтобы он знал, где искать октопус. Вот, итак, закон Архимеда, да, мы с вами разобрали, разобрали с плавучестью, разобрали с давлением на поверхности, давлением под водой, изменение объема обратно пропорционально давлению, и прямо пропорционально плотность увеличивается вместе с давлением. При всплытии, наоборот, объем увеличивается, а плотность падает, так же, как и давление падает. Как еще продуваются уши? Самый основной способ в дайвинге, это вот мы зажали, у нас маска силиконовая, у нас нос под маской, для того, чтобы мы еще также могли выровнять давление, которое у нас под маской тоже воздух, и вода нам будет давить на маску, поэтому мы носом выдыхаем под маску и выравниваем давление. Когда нам надо продуться, мы просто зажали нос и выдохнули. Второй способ выравнивания давления, это покачать вот так челюстью, здесь это именно физический способ, да, потому что челюсть просто упирается в барабанную перепонку и помогает расширяющимся воздуху выходить, или когда воздух давит, так же помогает нам выровнять давление. Третий способ это сглатывание, это то, что мы всегда применяем в самолетах, потому что, когда мы идем наверх, воздух расширяется, он выходит сам. А вот когда воздух давит снаружи, это, как правило, на самолете при посадке, почему надо воды попить, почему дают конфеты в самолетах, потому что, когда мы сглатываем, так же давление выравнивается. В дайвинге у нас сглатывать не получится физиологически, потому что, когда у нас регулятор во рту, глотнуть у нас не получится, у кого физиология. Поэтому в дайвинге мы используем либо выдох в нос, либо вот так, либо смешивание. Попробовали, и тогда, какой кому удобнее, у кого какая физиология, здесь тоже нету какой-то вот одного правила, нет, только вот так. Как вам удобно, так и делайте. Самое главное, чтобы это было комфортно. Собственно, давайте рассмотрим пример, да, если мы взяли шарик воздушный, вот он на поверхности 5 литров надутый воздуха. Если мы опустились на 10 метров, то шарик сожмется, и в нем будет в 2 раза меньше, потому что давление в 2 раза больше, в нем будет 2,5 литра. Но если мы надуем в него под водой воздух, да, из регулятора, и он снова станет 5 литров, если мы его завяжем и отпустим на поверхность, то он, вероятнее всего, разорвется, потому что в нем воздух увеличится в 2 раза. Поэтому, еще раз повторю, никогда не задерживаем дыхание под водой. Либо вдох, либо выдох. Ну, про снаряжение я уже сказал, где смотреть, да, это мы рассказывали. Если надо что-то, смотрите, пожалуйста. Система бодипартнерства. Еще раз, почему это нужно? Во-первых, это запасное снаряжение. Во-вторых, это безопасность. Мы всегда проверяем снаряжение перед входом в воду друг у друга, да, сами мы не можем посмотреть, как там у нас затянут баллон сзади, или не попало ли у нас снаряжение под пояс куда-то, чего-то. Когда есть рядом бодипартнер, мы проверяем его снаряжение, он проверяет наше снаряжение. Ну, и третье, помимо безопасности, это все-таки получение удовольствия. Очень часто бывает, что плывет группа, да, вышли на поверхность, проплавали, четверо говорят, мы там видели и дельфинов, и акулу, и черепаху, и там все что угодно, а четверо говорят, а мы ничего не видели. А мы все пропустили. На самом деле, когда плывет черепаха, она не подплывает и не ждет. Это происходит там погружение 5-10 секунд. Если кто-то в это время смотрел туда, а кто-то вон туда, один что-то увидел, второй нет. Или одна группа видела то, другая группа вот это видела. Бодипартнеры. Получение удовольствия в боди, это увидел что-то, покажи своему товарищу. Он увидел, он покажет тебе, и мы, даже погружаясь вдвоем, мы увидим в два раза больше. А когда это группа 8 человек, и все друг другу показали, мы увидим в 8 раз больше. Соответственно, конечно, когда вы идете с гидом-профессионалом, он вообще местный, он знает, где какая зверюшка живет, он вам показывает еще в два раза больше. Поэтому система бодипартнерства, мы с вами еще дальше поговорим на следующем занятии. Но это, собственно, удобство, потому что легче одевать ласты. Мы стоим на поверхности, на палубе, нас качает. Взялись за бодипартнера, одели. У нас баллон, у нас снаряжение. То есть это первое. Второе, это безопасность, потому что снаряжение. И третье, как я сказал, это получение удовольствия. Ну, собственно, если интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, потому что дальше будет еще интереснее. Комментарии ждем, потому что нам надо понимать, насколько это вам нужно и интересно. Спасибо, всем пока. Спасибо.